Всем привет, с вами Дмитрий Резников, и сегодня наш гость, обычный Владимирский блогер Илья Кролик. Здравствуй, Илья. Здравствуй, Дмитрий. К Илье на самом деле много вопросов. У нас во Владимире блогеров, прям скажем, немного. Но имеются. Но имеются, да. Кто-то из них успешен, кто-то не очень. Ты себя к каким относишь? Я отношу себя к будущим успешным, разумеется. То есть, ты скромный сегодня блогер? Ну, пока, да. То есть, пока еще у меня не разрослось эго, но я очень этого жду. Хорошо, тогда что такое успешный Владимирский блогер? У него должно быть сколько-то просмотров определенных? Успешный блогер – это который живет на одну зарплату. То есть, он ведет блог и зарабатывает на него? Да, и зарабатывает. И в идеале зарабатывает хорошо. То есть, это успешный Владимирский блогер. Я пока не такой. Сколько у нас таких успешных Владимирских блогеров? Сходу я назову двоих. Вот я тоже подумал про двоих. Но мы сегодня про них говорить не будем. Будем говорить про их. Да, и еще я один раз видел блог Владимирский про блюющих бомжей. И в каком смысле он тоже успешен? Там сотни тысяч просмотров и даже подписок. Но это ролик или все-таки? Нет, это канал. То есть, они кормят бомжей и снимают это. И это целый канал, посвященный этому. Мне кажется, мы что-то упускаем немного в нашей работе. Да, да. Могли бы хайпануть. Мир очень обширен. Иногда он удивляет своими темными уголками. Илья, какие ты снимаешь ролики и почему они не топовые? Где ты недорабатываешь? Они были не топовые. Сейчас они топовые, чем раньше. Я делаю ролики про кино. То есть, выходят фильмы, я их обозреваю, делаю иногда смешные ролики про кино. Сейчас у меня появилась новая рубрика «Пересказы». На правах рекламы сейчас. На стражников нападает кто-то с голубыми глазами. В том числе классическая мертвая девочка. И впервые начинается знаменитая заставка. Ты Владимирский бэткомедиан такой или что это? Я просто не очень смотрю блогеров, если честно. И правильно. Я люблю людей, которые не тратят время на таких, как я. Бэткомедиан – это просто одно направление про кино. И на самом деле у нас даже не пересекаются темы. Я больше по актуальности. То есть, что идёт в кино, то и становятся темы моих роликов. И я не делаю целенаправленно смешные большие обзоры на один фильм. У меня есть смешные маленькие обзорчики. И просто обозначение моей мысли и выводы от просмотра каких-то картин. Подожди, если я не трачу время на просмотр твоих роликов, то кто? Кто вот эта аудитория? Кто смотрит вот всё это? Люди, которым интересно кино. То есть, я делаю ролики про кино. Люди, которым достаточно интересны мои мысли и юмор. Они говорят, окей, я буду это смотреть, я выбираю этот канал. То есть, кто-то там смотрит косметику, кто-то игры, у кого своё направление. И, соответственно, каждый смотрит по своим увлечениям. То есть, возможно, ты берёшь интервью, ты смотришь какие-нибудь там интервью. То есть, кому что близко. То есть, это всё не для каждого. Смысл Ютуба – то, что каждый выбирает телевидение и Ютуб-каналы для себя. Если по телевизору, мы, скажем так, немного ограничены тем, что дают, то в Ютубе это море, и каждый находит то, что близко ему, и в итоге там получает добавки периодически. На момент нашей записи сколько у тебя подписчиков? И кто эти люди? Откуда они? Это Владимирские со всей страны, со всего мира или что? На момент записи у меня 40 тысяч подписчиков. Есть и Владимирские, конечно, но Ютуб, он распространён. Ну, как бы межрегионально. И я встречал людей в Москве, которые меня узнавали, ну, не прямо на улице, а на специализированных мероприятиях. Но, тем не менее, там большая выборка была. Я однажды был на Комик-коне, как там, Громир ещё одновременно. Тебя там тоже узнавали? Нет, я тебя там однажды видел, но я потом только понял, потому что мы тогда с тобой не были знакомы два года назад. Ну, да, я туда постоянно последние пять лет езжу и снимаю там. Повышать квалификацию или контент делать? На самом деле, больше для души, потому что то, что я делаю там, оно не пользуется спросом. Как стать успешным блогером на Ютубе? Простой вопрос, есть ли на него простой ответ? Вот сейчас вот человек захотел стать, что он должен сделать? Как мне кажется, нужно быть искренним, нужно работать и нужно понимать, как работает система. Порог входа, он же достаточно низкий, но при этом куда-то высоко подняться, надо уже всерьёз заморачиваться, тратить огромное количество времени. Да-да-да, то есть, нужно тратить деньги, может быть, на продвижение какое-то, потому что тот же Иван Гай, который там самый популярный российский блогер... Мне стыдно, я ни одного ролика не видел. Ну, я знаю, что есть такой Иван Гай... Ты должен сказать, мне не стыдно, я не видел ни одного ролика. Отлично. Он раскрутился, но первоначально он заказывал рекламу, то есть, про него должны узнать, и себя нужно донести. Это тоже часть процесса. Вот этот менеджмент. Нельзя просто что-то сделать очень интересное, очень хорошее, и дать это людям, и система это не распределит, система это утопит. То есть, нужно ещё доносить. Самое обидное ещё, да? Да, то есть, я вроде бы старался. Когда я начинал делать ролики на YouTube, я как бы думал, сейчас я сделаю супер-мега интересную вещь, и всё у меня пойдёт хорошо, потому что таких интересных вещей ещё на тот момент, там, 4 года назад никто не делал. И в итоге, когда я сделал один такой ролик, второй ролик, и это ушло в пустоту, просто в никуда, я так... Погодите, а если не делать вот такую интересную штуку, и она, ну, не запускается никак, то что вообще тогда, как тогда? У меня были паузы, пока я вот сейчас свой... мой путь, он наиболее конкретный. Хорошо, Илья, про что сейчас вот в твоём направлении про кино люди больше всего смотрят? Или это, опять же, зависит от аудитории? Ну, то есть, там, «Игра престолов», какие-то ещё сериалы, там, «Марвел», там, комиксы, вот это всё, или что? Или какие-то художественные фильмы? Нет, самые популярные вещи, они на слуху. То есть, это комиксы «Марвел», «Игра престолов», какие-то популярные сериалы, «Гарри Поттер», теории. «Гарри Поттер», можно, наверное, в любой момент сделать ролик по «Гарри Поттеру», и это будет в плюс. Также относится, может быть, к теме кино, это тоже интервью. Сейчас очень популярная тема интервью на Ютубе, и всякие интервью с режиссёрами. Смотрите, мы с ним записываем интервью с блогером, какие мы молодцы, попали в тренды. Да-да-да, то есть, опять же, «Пошли дуть», там каналы «Ещё не поздно», какие-то другие каналы, и там много с режиссёрами, с актёрами, и это интересно и простым людям. И это пользуется спросом. Плюс, что хорошо, эти ролики, скажем так, относительно просты в производстве, то есть, это люди сидят перед камерой и снимают, и они долгие. И это плюс. Поэтому мы договорились, что мы ограничим время нашей сегодняшней беседы, а потом, если что, безбожно нарежем. Не, я имею в виду, что... Вот этот момент как раз мы отрежем. Система очень любит длинные ролики. То есть, чем длиннее, она любит подлиннее. Но люди-то не смотрят. В этом есть что-то в ней человеческое. Люди-то не смотрят длинные совсем. Ну, Дуня смотрит, а остальных не смотрит. Нет. Ну, смысл в том, что ты должен сделать и длинный, и интересный продукт. Ну, в этом сложности надо как бы думать в рамках этой системы. То есть, короткий и интересный – это не так классно для системы. И в каком-то смысле это даже подставляет, потому что ты можешь, я не знаю, месяц убить на двухминутное произведение, и сама система, сам вот этот внутренний робот будет считать это менее выгодным, чем распаковка йогуртов 20 минут или гамбургеров. Я так понимаю, это просто потому, что в длинный ролик можно впихнуть больше рекламы, и поэтому YouTube и двигает. Нет. Да. С одной стороны, раньше этого не было. Сейчас есть четкая граница – 10 минут. Если ты преодолел порог в 10 минут роликом, то тебе сама система ставит плюс, и в него, да, больше можно впихнуть рекламы. То есть, там внутренние, скажем так, есть виды рекламы, и в 10-минутный ролик можно впихнуть более объемную рекламу, и сама система позволяет, чем в 3-минутный, вне зависимости от контекста внутреннего. Нет, подожди, а реклама – всё что угодно, да? То есть, неважно, про что ролик тебе… Нет, есть разные виды рекламы. Есть реклама внутри роликов, когда человек что-то рекламирует. Нет, нет, я про YouTube исключительно. А есть YouTube, а там ты не выбираешь, какую рекламу ставить. То есть, там ты делаешь ролик про политику, тебе шампунь пихают, да, например? Да, то есть, в зависимости от системы. Ты ругаешь какой-то фильм, тут зрителям показывается реклама этого фильма. Но в этом как раз и есть определённый смысл. Кармический какой-то такой. Ну, а робот не может же определить, ругаешь ты или хвалишь продукт. Он видит сам продукт, и таким образом подсовывает соответственную рекламу зрителям, потому что он видит, что этот продукт интересен, и да, к этому надо прийти. То есть, вот это вот всё понимание, вот этой системы, оно на самом деле как жизнь. Когда ты поймёшь жизнь, она станет гораздо проще, да. Так, ладно. Илья, что сейчас модно смотреть? Что интересно? Что показывают по телеку? В кинотеатре? А, в кинотеатре. В кинотеатрах очень популярны комиксы, к сожалению или к счастью. Ну, я смотрел почти все. Вот я не фанат прям совсем вот этого всего, но я смотрел почти все фильмы, так или иначе. Марвел там, например, или DC. Да, да. И это проблема. Чтобы нам посмотреть в кино, посмотрим вот этих супергероев, которые и знакомы, и развлекают, и, скажем так, владеют определённым уровнем качества. То есть, ты всегда уверен в содержимом, и в каком-то смысле всегда удовлетворён от этих фильмов. То есть, ты пойдёшь и знаешь, что ты заплатил там 300 рублей, и ты выйдешь доволен через два часа экшена. Да, да, да. И это на самом деле минус. То, что убивается разнообразие. Потому что, когда ты идёшь куда-то в неизвестность, ты можешь и получить что-то более интересное, и, с другой стороны, получить что-то, наоборот, неинтересное. И это всегда лотерея. И нужно, скажем так, рисковать, чтобы что-то получить. И в каком-то смысле мои ролики, они помогают. Вот в этой лотерее иногда направляют людей. То есть, мне иногда писали, спасибо, что ты сделал ролик, сходил на этот фильм, всё понравилось. То есть, люди сначала смотрят твой ролик, где ты что-то рассказываешь о фильме, а потом только идут на фильм? То есть, нам же спойлеры, вот это всё, как это решает? Я стараюсь писать так, чтобы ролик был интересен и тем, кто посмотрел, узнал что-то новое, и тех, кто не посмотрел, чтобы они поняли, интересно этот продукт или нет? Как утопия звучит, я не верю. Прямо получается. Ну, хочется верить. Ну, подписчики растут. Я смотрел твой ролик про «Игру престолов», где ты рассказываешь, что было в этих всех сезонах перед темой. Это модная такая тема. То есть, выходит «Игра престолов» новый сезон, и все блогеры бросаются писать обзоры, напоминать, что происходило с этой «Игрой престолов». Это как бы ты на волну хайпа запрыгиваешь сам. Да, волна хайпапс определенно присутствует. И причем даже есть сайт Google Тренды, ты заходишь, вбиваешь запросы, и там прям графиками показаны популярности тех или иных продуктов. И ты можешь прям выбрать, ага, вот этот продукт популярен, я заморочусь по поводу этого продукта. То есть, это всё очень цифровой выбор. То есть, это всё меряется цифрами, и ты можешь на них ориентироваться. Мне лень задавать себе много вопросов, поэтому я спрошу два ключевых вопроса, которые задает Дудь. Дудь всегда спрашивает про деньги, его за это всегда нещадно стебали. Поэтому расскажи, как зарабатывают блогеры, и зарабатываешь ли ты сам? Я не зарабатываю. Это копейки из того, что попадает мне. То есть, мне предлагали, неоднократно стучались с рекламой и того сего. Я отказываюсь, потому что мне хочется, чтобы мои ролики были самодостаточны. То есть, то, что я не зарабатываю, это чисто моя проблема. С моим уровнем подписчиков уже что-то там можно где-то иметь. Блогеры, те, которые наверху, они, конечно, зарабатывают. И зарабатывают очень хорошо, но это меньшинство. С таким же успехом можно говорить, что вроде я пою на кухне, а вот Филипп Киркоров тоже поет-поет вроде бы и зарабатывает, конечно, гораздо больше. Но таких, как Филька, все-таки маловато. У тебя заработок, то есть, как вот этот ютубовский, когда ютуб показывает рекламу, тебе какие-то отчисления с этого копеечные идут? Отчисления, да, очень копеечные. То есть, если бы, скажем так, на Западе, эти все встроенные ролики оплачиваются гораздо сильнее. То есть, у нас именно реклама конкретно в России гораздо дешевле. Поэтому, кто может делать ролики как-то между языковым барьером, то есть, переводить их, они это делают и с этого имеют гораздо больше, чем именно в российском сегменте. То есть, в России, чтобы... Ты можешь быть на Западе средненьким блогером и иметь с этого, в России тебе надо быть топовым блогером, чтобы получать деньги. Ну, это просто потому, что аудитория в России менее платежеспособна, поэтому цена одного просмотра меньше, поэтому реклама дешевле, в принципе. Там не то, что аудитория. Аудитория, как смотрели ролики, так и смотрят. То есть, сама система, она как бы немного отстающая и нераспространенная. То есть, у нас это все супер неразвито. Если на Западе блогеры рекламируются на табличках, на улицах, то у нас пока этого нет. Ну, ты не хотел бы баннер себе, нет, в центре города? Нет. Хорошо, мы плавно пойдем к политике, с кем бы мы ни говорили, мы всегда должны спросить про политику. И тут опять на выручку приходит Юрий Дудь, поэтому я задам тебе вопрос, а то же сам решай отвечать, а не отвечать. Путин красавчик? О, да! Вот он, настоящий ответ правильного, честного, принципиального блогера. И последний, последний самый вопрос. Тройка фильмов, которые надо посмотреть по версии лик-ролика. Фильм «Анигиляция». Сейчас очень популярен Netflix, и фильм оказался настолько экспериментальным, что его не выпустили в кинотеатры, и он вышел на стриминговом сервисе. «Анигиляция». Фильм, мультфильм «Остров собак», кукольный мультфильм Уэса Андерсона. Очень ламповый, очень няшный, добрый и с абсолютно уникальным юмором. И тот самый «Мюнггаузен» – мой любимый советский фильм. Фильм «Анигиляция». Редактор субтитров А.Семкин